Новые данные по коронавирусу в крае сообщил губернатор Владимир Владимиров. Количество пациентов, которые смогли победить болезнь за прошедшие сутки вновь увеличилось. Плюс 59 человек. Всего от коронавирусной инфекции уже излечились 6720 человек. Однако есть и новые случаи заражения. За два дня в лабораториях провели 8000 тестов. Диагноз за минувшие сутки подтвердился у 130 человек. Трое пациентов, несмотря на все усилия врачей, скончались. Губернатор подчеркнул, жителям Ставрополя необходимо помнить о рисках заражения и соблюдать меры профилактики. В станице Константиновской в городском округе Пятигорска осенью откроется детский сад ясельного типа на 220 мест. Здание уже почти полностью готово. В нем устанавливают мебель. На территории завершают благоустройство, а рядом обустроили парковку, остановку транспорта и пешеходный переход. Работы провели по нацпроекту «Демография». В хуторе Мищенском Кочубеевского района привели в порядок улицу Степную. Там уложили новый асфальт и сделали разметку. Эта дорога очень важна для местных жителей. Она соединяет хутор с другими населенными пунктами региональной трассы Кочубеевская-Казминская-Заветная. Отметим, что работы прошли по региональной программе развития транспортной системы. Железноводск убирает себя сам. В городе-курорте начинаются железные субботники. На масштабную уборку выйдут неравнодушные горожане, волонтеры и сотрудники администрации. Ожидается, что в общей сложности они проведут 22 экоакции. Уже есть территория, где надо прибраться. Это лесной массив города и подножье гор-развалка Бештау-Железная. Экологический десант пройдет с соблюдением социальной дистанции. В Нефтекумске улучшают систему водоснабжения. Там модернизировали водовод, который проходит от насосной станции до города. Объект построили полвека назад, требовался ремонт. Специалисты обновили участок водопровода длиной больше 4 километров. Это поможет решить проблемы с водой и даст возможность подключать к централизованному водоснабжению новых потребителей. Редактор субтитров А.Семкин